Теперь мы на кладбище, где похоронены британские офицеры и солдаты, погибшие в время Великой Войны Короче, в России, на севере России Вот списки их солдат Солдат неизвестный А, тут написано солдат Которого знает только Бог И неизвестные тоже похоронены Солдат Великой Войны Имя знает только Бог Так, ну такая надпись Вот стелла посвященная Такая, с крестом Сейчас даже такие у них не ставят Вот Кстати, вот у нас, в Урманске, есть такое же кладбище Посвященное В 19-м году погибли они Это первое Непонятно, что это такое Интервентов, что ли, кладбище Да, в 19-м Да, скорее всего На Великой Войне Да, тут тоже Надо же, памятник Кладбищу Интервент У них тоже есть такое Нагличане за ними ухаживают, я так полагаю Какой-то капитан Многое здесь погибло Пришли они на нашу землю И Здесь остались Я полагаю Не знал, что В Архангельске есть такой же Кладбище, как у нас Вот тут и Август 19-го в августе Сентября 18-го Он еврейский Солдатель Погиб На нашей земле Еще они приходили Двух Жизни по-русски Написано Предполагаю Восток В той стороне мы видим Я не знаю К какому принципу Они хоронили Пойдем К сожалению Не подготовлен Не знавшись Такое кладбище Поэтому не могу ничего Рассказать про него И перевести Вот это не могу Тоже Сами переводите Лейтенанты Какие-то Похоронены Много Кстати Известно Папчик Странный Я думал Так у нас Есть Такое Все по-нерусски Причем Они их с собой не везли Стокер Стокер первого класса Ладно А вот их Гробья Что мне примечательно Вот у них Допустим Гробья Или как это называется Памятник И картинки Всех разные Практически Ну не у всех Ну Такой-то Орел изображен Или коршун Каким-то войскам Что-ли Связан Скорее всего Морячок был Бругив Да Сиамэн Моряк Это Это я не знаю Что это означает Ну вот смотрите Здесь опять Сиамэн Все-таки Я разгадал Тайну разгадал Вот в Мурманске У нас тоже Есть такое же Кладбище Но поменьше Много меньше Может меньше погибло Вот На 33-м году Жизнь погибла И они считаются Ими героями Игличане В принципе Да Их Мы их тут не ждали Вот В январе 17-го Погиб Еще два года Они что ли Испоевали Ну Хорошо Что Победили Большевики Если бы Победили бы Эти Белые Не пустили бы Мы стали бы Колонией В ВГ Смотрите Какой значок Корпус Дети ходят 18-го года Тоже Непонятно Какой-то Значок Там Такой крест Знаменитый Знаменитый Звание У него было Капитан Похороненных Бетон Ну В принципе Тут все Эдетично Не фотографии Ничего нет Просто Могилы Это И не могилы Захоронения Или нет Вот Так Это все Выглядит Еще Шава Я вот Одно Такое Не может Свежая В 43-м Году Ух ты В 43-м Году Погибли Они уже На нашей Стороне Были Да 44-й Есть 42-й Воденько Такая Тут не только Интервенты Все В севере России Смотрите Система 43-й Год Там Детики Крапаются Так 19-й Опять Интервенты Как-то Из их В раз Перемешку У них поместили Поднял Поездочные Могилки Смотрим Вот Вот Они уже стали Нашими Союзниками Маркин Какой-то Так Неравно Держу 42-й А 42-м Да Надо было Почитать Историю Сначала Я же не знал Что здесь Такое Есть А здесь Что не написано Здесь только По-нерусски Он Тут Святые Приносил Недавно Так 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 Это все Выглядит Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун Вот Такое Кладбище Нашел Ладно Будет Короткое Видео Про Кладбище Кто знает Историю Пишите Пишите Кто здесь Захоронен И Главное Красиво Так Деревья Посажены Ровно Будет Будет Поставить Под Здесь Ну Что Итого В Снадцатом Году Да На февраге Казались Нашими Союзниками Что Интересно Значит Через Архангельс Тоже Что-то Поставляли Ведет Измерили Там Сентябрь Да Когда Я еще Не замерз Посмотрим Вернемся Еще Туда Сейчас Вот Июнь 44 Там Сентябрь 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 То есть До Зимы Видимо Это пар Пытались Здесь Вести Да Водоги 43 И Май 43 Час Написано Дитя Иисуса Правильно Перевел Лорд Лорд Интернационал Ладно Вот Про это Кладбище Я заканчиваю Снимать Все Если Есть Время Посетить Это Находится На Вологодском Кладбище На Железнодорожный Вокзал Нельзя Ехать Выходим На Четвертой Остановке На Пятой Швейная Фабрика Называется Остановка И Идем 500 Метров Сюда Памятник Интервентом Называется А Может Те Ингличане Тоже Были Интервентом Ув